Молдова не исполняет 98% того, о чем договорились Тирасполь и Кишинев. Молдавские власти перешли к экономическому шантажу Приднестровья. Так Вадим Красносельский в своем телеграм-канале прокомментировал годовщину 30-летия переговорного процесса. Переговорный процесс начали 30 лет назад ради того, чтобы достичь мира и установить нормальные отношения между Кишиневым и Тирасполем. Все, о чем договаривались четверть века назад, теперь фактически разрушено. Кишинев воспользовался военными действиями в Украине и теперь без стеснений экономически душит Приднестровье. Молдова не рассматривает дальнейшее возможное участие в формате 5 плюс 2 на сегодняшний день. Это следует из заявления их политиков, их должностных лиц и, естественно, переход к примитивному давлению на Приднестровье. Фактически Молдова нарушает все ранее достигнутые договоренности. Буквально все на процентов 97-98. Мы подсчитывали это не пустые слова. Кишинев не просто вышел из переговоров. Теперь там хотят окончательно сломать формат 5 плюс 2, уверен Вадим Красносельский. В последних заявлениях молдавские политики прямо сказали, что Кишинев теперь не спрашивает мнения Тирасполя и решение принимает в одностороннем порядке. Все это Молдова теперь хочет узаконить. Это цель предстоящего форума по реинтеграции Приднестровья. Его созывают в Кишиневе 11 апреля. Я так думаю, что данный форум, так называемый по реинтеграции, хочет узаконить меры давления на Приднестровье. Экономические, политические. Шантаж. Сделать это нормой, понимаете? Дать карт-бланш на дальнейшую эскалацию конфликта. Это результат этого форума. И те, кто задумал этот форум, они не думают о мире, они думают об эскалации конфликта. Я в этом глубоко убежден. На все, что делает Кишинев в отношении Приднестровья, закрыли глаза международные посредники, гаранты переговорного процесса. Европейских дипломатов не интересует. Судьба 500 тысяч жителей Приднестровья. О какой демократии, свободе и правах человека может идти речь? Вопрос риторический. Поддерживая Молдову и ее политику удушения, ОБСЕ и другие международные участники рискуют разжечь серьезный конфликт, границы которого могут выйти далеко за пределы Молдовы и Приднестровья. Я всегда говорил о том, что не трогайте Приднестровье. Эскалация в Приднестровье – путь к войне. Возможно, к мировой войне. Многие это понимают, кстати говоря. А многие делают такой вид, как будто это что-то невероятное. Да нет, все вероятно. Поэтому я скажу откровенно, все-таки я рассчитываю на здравый смысл. На здравый смысл всех участников переговорного процесса, всех участников формата 5 плюс 2. Пусть думают о будущем, о будущем, а не о дне сегодняшнем только. И как бы задушить Приднестровье. Это путь никуда. Усадить Кишинев за стол переговоров сила невозможно. Но учитывая то, что происходит в мире, Молдове и Приднестровье придется возобновить диалог. Террасполь готов вернуться к переговорам прямо сейчас, подчеркнул президент. И обычные жители и руководство в Приднестровье настроено мирно решать все вопросы.